Добрый день! Хочу поделиться нашими успехами после крайнего сеанса с Давидом. Их уже было 13, этих сеансов улучшения не оставляют себя ждать, о чем я рассказываю в своих видеоотчетах. Сейчас в последнее время улучшилось то, что София ей 2,9 и мы стали без проблем обрезать ногти наши. На руках мы раньше могли, ну так, не особо, по пальчику по 2, на ногах притронуться вообще не давала. То есть я обрезала эти ногти на ножках ночью только, когда она засыпала. Я брала фонарик, подползала, делала это темное дело. Сейчас практически без проблем, на руках прекрасно. Я ей рассказываю, что это маникюр, что это педикюр, что она девочка, у нее красивые ногти, и она дает это все делать. За что спасибо огромное Давиду. Также улучшилось немножко понимание речи. Я хотелось бы, конечно, всего и сразу, но оно улучшается постепенно. То есть я сейчас могу уже сказать то, что она очень любит, например, рисовать. И она понимает, она идет туда, где мы рисуем, к столику своему. Или я говорю, подожди, сейчас вынесу краски, будешь рисовать во двор, например. И она ждет, она понимает, что сейчас произойдет. То есть она перестает делать какую-то шкоду, которую я хочу остановить, и ждет моего появления с красками. Пойдем купаться, она понимает. Пойдем гулять. Раньше гулять мы выходили с истерикой, так как мы одевались только под мультик. И мультик, когда останавливался, надо было уже выходить, одетая, она начинала плакать. Естественно, мультик прекратился. Сейчас вообще без проблем. Идем гулять? Да, конечно, идем в коляску, идем на качели кататься. Это она понимает. То есть понемножечку улучшается. Также мы стали самостоятельно пытаться одеться. Мы одеваем футболку на ноги, мы одеваем трусики, мы можем одеть памперс, можем даже две штуки одеть подряд этих памперсов. То есть это тоже огромный прогресс. Носочки она сама может одеть, снять сама, когда хочет, правда. Когда мне надо, чтобы она разулась. Тут, конечно, надо настоять, а бывают слезы и истерики. Также мы целуемся. То есть она может делать вот так, просто когда что-то ей дали, она вот ходит и такая ма-ма-ма. А когда я прошу дай тем, то она, значит, открывает рот туда, и я ее целую. Такой у нас получается тем сейчас. У меня, кстати, я жаловалась Давиду, по поводу своих проблем со здоровьем. Мне там поставили один предварительный диагноз. Надо было его либо подтвердить, либо опровергнуть. Для этого назначили дополнительное исследование, которое мне очень не в части, так как это исследование очень неприятное. Давид меня успокоил, сказал, что там нет ничего страшного. И я пришла это обследование. Все пришло хорошо, довольно быстро. И этот диагноз не подтвердился. То есть никаких проблем, которые увидел предыдущий доктор, у меня не обнаружилось. И я тоже считаю это чудом. Спасибо огромное Давиду. Всем добра, радости, счастья. Всего самого лучшего.